Ну а сейчас о первом урожае. На прилавках областной столицы появились арбузы и дыни. Не рано ли? Об этом спросим у Андрея Накатаева, заместителя руководителя областного управления Роспотребнадзора. Андрей Валентинович, доброе утро. Доброе утро. И действительно, не рано ли? А почему бы нет? Ведь существуют более благодатные места, чем Тюменская область, там хороший климат, и они только далеко от нас, и поэтому эта продукция достаточно дорогая. То есть раньше всегда считалось, что вот арбузы и дыни, которые появляются в конце июня, начале июня, скорее всего, напичканы всевозможными там нитратами. То есть сейчас просто, видимо, ситуация изменилась с этим? Да нет, это, знаете, есть, формируются у людей стойкие предубеждения, какие-то слухи. На самом деле этого нет, и, в общем-то, наблюдение, которое мы ведем в течение многих лет, с июля начинается исследование в рамках социально-гигиенического мониторинга. По сентябрь они длятся, пока у нас массовое поступление вот этих овощей. И, в общем-то, единичный случай, когда выявляется превышение по нитратам. Не обнаруживается превышение, значит, гигиенических нормативов по солям тяжелых металлов, по пестицидам. То есть эта проблема, она, конечно, может быть и популярная, но лабораторными исследованиями не подтверждается. Сейчас к нам, в областную столицу, откуда везут арбузы, тыни, из каких стран? Хороший вопрос. Везут их, по крайней мере, из тех стран, которые ближе к тропикам, к субтропикам, где это все растет. Эти достаточно далеко расположенные от нас страны могут себе позволить по климатическим условиям 2-3 урожая. Раньше это возникает. И везут. Это достаточно нормальная практика. А вот, допустим, те же самые овощи свежие нам в Израиле поставляют круглый год. Это же нормально. Главное, чтобы та проблема, о которой мы с вами не устаем говорить. Смотреть, у кого мы покупаем эти овощи. Это самое главное. У кого покупаем? Как вот мне, как потребителю, как покупателю, приходя в лавку, вот отличить и понять, что это нормальный качественный арбуз, чисто визуально? Ну, чисто визуально. Элемент риска, элемент, конечно, случайности бывает, но это что касается степени его спелости. Зрелости, да. А что касается вот именно внешнего вида и условий, где это продают, это то, о чем мы говорим, и, наверное, стоит сегодня об этом опять повторить. То есть фрукты должны продаваться в приличном месте. То есть это должен быть магазин. Не должны храниться на полу. Что касается внешнего вида, ну, не должна быть повреждена кожура, самое главное. Какие-то трещины, сколы, это уже то, что исключает. Конечно. То есть должен быть чистый. Чистый должен быть и продавец, и, мало того, он должен быть здоров. Потому что все то, чего мы с вами опасаемся, микроорганизм, они находятся на поверхности. Внутри, пока арбуз целый, пока он спелый, хранится в нормальных условиях, внутри у него все чисто. Но вот я как потребитель, какие документы вправе потребовать у продавца на конкретный арбуз? Да. Что касается документов. Значит, есть декларация о соответствии, коли продукт везен на территорию, овощи везены на территорию Российской Федерации. Декларация о соответствии, где, кстати, указаны именно арбузы, а не дыни, и не какие-то другие овощи. Это надо просто прочитать. Кроме того, товарно-сопроводительные документы, что ведь он не производитель нам привез, есть цепочка поставщиков, и в этих документах должны быть данные такие же, как в декларации. Хотя бы вот элементарно. То есть мы имеем право знать, кто изготовил этот продукт, в смысле эти овощи, кто их вырастил, откуда они привезены, и должны знать, кто нам продает эти продукты. У продавца, если торговля не совсем организована, должен быть бедж, и мы должны знать, кто он такой, какого предпринимателя юридической лице он представляет. В плане здоровья можно потребовать, я не знаю, санитарную книжку, она должна быть у продавца? Ну, продавец должен быть здоров, и его здоровье должно быть подтверждено документами, как раз вот этой медицинской книжкой, где имеются все необходимые прививки, необходимые обследования, и допуск медицинского учреждения его к этой работе по здоровью. Ну, вот, кстати, по поводу внешнего вида понятно, да, и никак вроде не отличишь его именно вкусовые качества. Вот по поводу спелости, можно ли это законно вообще-то мне попросить покупателя, у продавца вскрыть при мне арбуз, да, и посмотреть, чтобы он действительно красный был, а не еле-еле розовый? Или это просто продавцы идут на наступки? С точки зрения, скажем, такой, вот чисто бюрократической, да, конечно, вы купили товар, и вы можете попросить сделать с ним все что угодно, это теперь ваша собственность. А, ну, в смысле, то есть если купил товар? Да, конечно. А если не купил? Ну, вот, ну, продажа резаных и колотых запрещается, понятно, почему? Потому что вообще, с точки зрения здравого смысла, давайте подойдем, с точки зрения как раз здоровья, ведь мякоть арбуза, она содержит достаточное количество влаги, содержит сахар, и это очень хорошая среда для развития в ней различных микробов. И лучше этот арбуз, уж принеся домой, хорошенько помыть, на тарелке разрезать, и потом уже эта интрига закончится, он будет спелый, будем надеяться. Или не спелый, да. Но там, в магазине, резать это все, нести потом, вы понимаете, сейчас лето. Ну да. Лучше не рисковать, потому что мы больше подтвергаем себя риску, и больше в случае, если этот продукт испортится. Кстати, не рекомендуется его долго и хранить уже в разрезном состоянии дома. Сколько? Потому что он портится. Это понятно. А мы это видим. Ну, то есть он начинает предзаветриваться, засыхать? Вот, подробно, да, подробно сказать не смогу, но больше суток-то зачем хранить? Небольшой арбуз, съели его сразу, свежее, самое полезное. Ну да. Лучше не рисковать. И ни в коем случае, получается, не покупать арбузы, которые уже надрезаны, и где уже, в принципе, ты приходишь, но тебе, говорят, достают ее, говорят, это угончик, и ты говоришь, смотри, какой... Да, это была, но это риск, и этот риск неоправданный. Потому что здоровье гораздо дороже человеку, чем вот эта забава в виде потребления арбуза. Да. Андрей Владимирович, ну вот я пришел домой, разрезал арбуз, интрига закончилась, я его открываю, понимаю, что он мало того, что недозрелый, да, а я его еще пробую, и у меня вкус его вызывает какие-то подозрения. Могу ли я принести этот арбуз обратно и сказать, друг, поменяй, пожалуйста, или забери там, или отдай мне деньги обратно. То есть арбуз в разрезанном виде я могу вернуть? То есть тут уже вопрос о порядочности продавца. Да. Явные признаки порчи он обязан принять, а вот если у вас вызывают сомнения какие-то особые свойства, и эти свойства просто так внешне не определишь, то необходимо проведение экспертизы. Вы пишете заявление продавцу о том, что прошу провести экспертизу, при этом в случае, если этот товар окажется доброкачественным, соответствующий требованиям безопасности, требованиям тем, которые установлены нормативными документами, то вы должны быть готовы еще и оплатить эту экспертизу. Как правило, экспертиза стоит гораздо дороже, чем этот арбуз. Чем арбуз. Да. Поэтому вот это все, кроме того, еще возможно, в случае несогласия с экспертизой, возможно, судебное, значит, разбирательство, и, может быть, это относится к более дорогостоящим товарам, сложной бытовой технике, чем к арбузу. Но тут дело здравого смысла, теоретически такая возможность, конечно, существует. Законом она присмотрена. Андрей Валентинович, спасибо большое за ваши ответы. Хорошего дня, отличного настроения. Вам спасибо.